Вечер под серебряным дождем. 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 также будет возможен только при наличии лицензии. Ну и в правительстве Российской Федерации считают, что госрегулирование рынка табачной продукции приведет к сокращению объемов нелегального производства и оборота табачных изделий. Согласно оценкам участников табачной отрасли, в прошлом году доля нелегального рынка сигарет выросла до 13%. Чтобы вы понимали, в сравнении с 2015 годом тогда был всего 1%. Плюс 7903-797-6333. У нас, кстати, друзья, слава богу, заработала видеотрансляция на канале Серебряного Дождя в YouTube. Давайте немного музыки после этого еще к указам и документам, которые были подписаны сегодня Владимиром Путиным. Страны-лидеры по оттоку миллионеров, обязательно познакомлю вас с этим списком. Ну и сегодня выяснилось, что оказывается, оказывается, инициатором налога на сверхприбыль были совсем не власти. А кто, расскажу, обязательно в этом часе оставайтесь под Серебряным Дождем. Вечер под Серебряным Дождем Продолжаем «Вечер под Серебряным Дождем». Заработала видеотрансляция из студии на нашем канале в YouTube. Заходите, подписывайтесь, не забывайте о том, что все происходящее в эфире, и очень часто не имеющего к эфиру отношения, можно обсудить в чате под видеотрансляцией у нас в YouTube. Ну и, конечно, плюс 7903-797-6333. Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азопского мурия Керченского пролива. Путин внес этот закон в Госдуму в конце мая. Соглашение о сотрудничестве, напомню, было подписано в 2003 году. В документе не было пункта о госгранице. Предполагалось, что в случае необходимости страны смогут закрепить разграничения в отдельном соглашении. Ну а в сентябре прошлого года, напоминаю, Путин подписал договор о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. То есть после этого Азопское море, видимо, стало внутренним морем России. Также, среди прочего, сегодня Путином был подписан закон о ратификации соглашения с Китаем. О сотрудничестве. Речь идет о сотрудничестве по поставкам газа из России в Китай по дальневосточному маршруту. Соглашение было согласовано Москвой и Пекином в конце января. Подписано соглашение было в начале февраля. И документом регулируется строительство и эксплуатация газопровода через реку Сури рядом с городами Дальнереченск в России и Хулинь в Китае. Газпром при этом является единственной компанией, которая сможет поставлять газ по конкретно этой ветке. В марте месяце Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином заявлял, что поставки российского сжиженного природного газа в Китай будут расширяться. А Блумберг тогда писали, что Си Цзиньпин в ходе визита воздержался от предложения относительно роста закупок российского газа. Что касается Китая, то Китай и Россия стали лидерами по оттоку миллионеров. Об этом сегодня пишет РБК. В Хенли и Партнер спрогнозировали, что Россию по итогам прошлого 2022 года покинули 15 тысяч долларовых миллионеров. Они это прогнозировали, но выяснилось, что это число оказалось вдвое меньше. Лидером по оттоку состоятельных граждан стал Китай. Но, тем не менее, вместе именно с Россией Китай возглавляет список стран, которые покинуло больше всего долларовых миллионеров. Из Китая в прошлом году уехало почти 11 тысяч состоятельных людей, из России 8 с половиной тысяч. Как я уже отметила, отток из России оказался вдвое меньше, чем считали аналитики. А эксперты, например, коммерсанту такое расхождение объяснили закрытием многих программ инвестиционного гражданства и резиденции для россиян, а также закрытием зарубежных банковских счетов, всякими разнообразными санкционными мерами, а также, цитирую, страновыми механизмами, усложнявшими переезд заметных состоятельных людей. В топ-10 стран также по оттоку миллионеров вошли Индия 7 с половиной тысяч, Гонконг 2 с половиной тысяч, Бразилия почти 2 тысячи, Великобритания полторы тысячи, Мексика 800, Южная Корея и Южная Африка по 400. По данным экспертов, больше всего состоятельных людей в прошлом году приехали в Объединенные Арабские Эмираты, чуть больше пяти тысяч, в Австралию почти 4 тысячи, в Сингапур 3 тысячи, в Швейцарию 2 с небольшим тысячи и США полторы тысячи человек. Есть прогнозы на текущий год все о той же кампании, аналитики считают, что в текущем году из России уедет еще 3 тысячи миллионеров. И страна по этому показателю займет четвертое место после Китая, Индии и Великобритании. По прогнозу аналитиков, Китай покинут 13 с половиной тысяч состоятельных граждан, и это связывает с замедлением роста благосостояния в стране. Согласно октябрьским оценкам Handling Partners, в России жили 435 человек с состоянием больше 100 миллионов долларов. К другим новостям мы с вами перейдем через пару минут, в том числе и про то, кто на самом деле, как говорят чиновники, был инициатором налога на сверхприбыль для бизнеса. Оставайтесь с нами. Это вечер под серебряным дождем. Меня зовут Дарья Гордеева. Друзья, видеотрансляция на нашем канале в YouTube работает. И, конечно, WhatsApp по номеру 7903-797-6333 для ваших сообщений. Итак, кому же, друзья, принадлежит идея налога на сверхприбыль на бизнес? Вы думаете, властям? Нет. Оказывается, самому бизнесу. По крайней мере, в этом нас убеждает первый, пытается убедить, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Я напомню, что предполагается, что вот этот самый новый единоразовый сбор на сверхприбыль затронет предприятие с выручкой более 1 миллиарда рублей в год, при условии, что прибыль в 2021-2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018-19 годах. Ставка этого налога составит 10% от разницы прибыли при выплате в 2024 году. Но если компания заплатит налог в текущем 2023 году, то ставка будет снижена до 5%. Также отмечается, что от этого налога освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес. И вот сегодня вице-премьер Андрей Белоусов сказал, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет были сами бизнесмены. По его словам, бизнесмены поняли, что у них колоссальные доходы и сами предложили скинуться. Мне кажется, до этого я слышала в таком духе только выступления миллиардеров из Соединенных Штатов, которые просят сделать для очень богатых людей повышенный налог. Но наши, оказывается, согласно заявлению господина Белоусова, не отстают. Это заявление прозвучало в рамках интервью господина Белоусова изданию РБК. Вот что он сказал. Я вам открою большую тайну. Идея этого налога про 300 миллиардов рублей принадлежит бизнесу, а не государству. Они же умные и информированные, они же имеются в виду бизнесмены. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 21-22 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. И они говорят, ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим. Но тут я хочу напомнить, что на момент обсуждения этого налога, введения этого налога, например, представители РСПП с ним как-то были с налогом не очень согласны. А вот коммерсант сегодня выяснил, что Министерство финансов на фоне необходимости пополнения бюджета хочет лишить выработанные месторождения, на которые приходится, как отмечается в публикации, более четверти добычи нефти в России, налоговых льгот. Минфин, согласно публикации коммерсанта, предложил на три года перенести введение налоговых льгот для таких выработанных местораний, перешедших с 2021 года, на налог на дополнительный доход. Изданию об этом рассказали три источника, которые, как вы понимаете, имена, фамилии в данном случае не называются. Такие льготы должны были заработать в 2024 году в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участников с выработанностью запасов более 80%, которые входят в периметр третьей группы дополнительного дохода, налога на дополнительный доход. В Минфине при этом комментировать вот эту публикацию не стали. Отмечается, что, как я уже сказала, выработанные месторождения вынуждены были перейти на НДД, получается, после налоговой реформы 2020 года. Тогда Министерство финансов лишили такие месторождения крупных льгот по НДПИ, но как раз предоставили возможность перейти на этот НДД. При этом нефтекомпания, как пишет коммерсант, были обещаны и даже закреплены в налоговом кодексе дополнительные льготы как раз в виде вычета вот этих самых 20% из НДПИ. Значит, эксперты выгон-консалтинг оценивали потери операционного денежного потока месторождений в 90-113 миллиардов рублей в 2021-2023 годах, а сам НДД – это новый налог для нефтяной отрасли, который, собственно, был изначально придуман на замену этого самого НДПИ для того, чтобы стимулировать добычу на новых и зрелых месторождениях с высокими затратами. Значит, перенос вычетов в 20% увеличит поступление от НДПИ более чем на триллион рублей за три года, но эти доходы будут на 60% компенсированы сокращением поступлений по НДД и налогу на прибыль, потому что финансовый результат месторождений ухудшится из-за роста прямого налога на добычу. Об этом говорят эксперты, которых сегодня опросил коммерсант. Немного музыки. После этого перейдем к уголовным делам, о которых стало известно сегодня. Некоторые из них находятся в развитии. Ну и, так сказать, несколько сообщений под заголовком «Крокодил сказал доброе слово». Лукашенко сегодня объяснял решение помиловать Протасевича и Сапегу. Плюс 7903-7976333. Мы скоро продолжим. Так, друзья, сегодня стало известно о том, что на сотрудника в ГУП комбината электрохимприбор, который производит ядерные боеприпасы, было возбуждено уголовное дело. На этого человека распространялось ограничение на выезд за границу, но, как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, человек пренебрег этим ограничениям на выезд. В пресс-службе рассказали, что подозреваемый около 16 лет занимал должность, предусматривающую работу с данными, далее я цитирую УФСБ, при разглашении которых может быть причинен вред внешней и внутренней безопасности России. Далее заявление пресс-службы цитирует ТАСС. После увольнения гражданину временно ограничили право выезда за пределы России сроком до апреля 2023 года, с чем он был ознакомлен, поставил свою подпись. Однако мужчина пренебрег данной меры и осуществил в январе текущего года попытку выезда в республику Абхазия, которая была пресечена сотрудниками спецслужбы. На бывшего сотрудника предприятия было возбуждено уголовное дело, покушение на выезд из Российской Федерации гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося государственной тайне. Нарушителю при этом грозит до трех лет лишения свободы. Это раз. 2. ФСБ сегодня сообщило о задержании бывших сотрудников ОПК. Значит, по версии ФСБ бывшие сотрудники ОПК передавали Украине образцы изделий военного назначения. И также, по данным ФСБ, они собирались совершить взрывы на железнодорожных объектах Курской и Белгородской областей. Число задержанных в сообщении ФСБ не называется. Но, значит, ФСБ называет задержанных агентами Главного управления разведки Минобороны. Там заявляют, что эти люди передавали Киеву техническую документацию и образцы изделий военного назначения. При обысках силовики изъяли 4 килограмма взрывчатки, 4 взрывателя, конструкторскую документацию и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов. Против задержанных, как вы понимаете, завели дела о госизмене и приготовлении к диверсии. В мае ФСБ сообщило о задержании инженера из Ростова-на-Дону, которого заподозрили в передаче секретных данных украинской разведки. На мужчину тогда завели дело о госизмене. Лефортовский суд Москвы его арестовал. Ну, а вот этим новым задержанным за подготовку к диверсии грозит до 15 лет лишения свободы. Ну и напомню, что ужесточение по статье госизмена было ужесточено в апреле. Если раньше за такое преступление могли осудить на срок до 20 лет, то теперь за него грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ну и если вы помните, в большинстве случаев дела о госизмене слушаются в закрытом режиме, а детали обвинений не разглашаются. Плюс 7 903 797 6333. Скоро продолжим. Оставайтесь с нами. Вечер под серебряным дождем. Это вечер под серебряным дождем. Друзья, знаете ли вы о том, что такое святая диктатура? Не знаете? Я вам расскажу обязательно после выпуска новостей ближайшего. Также Лукашенко сегодня объяснил, почему он решил помиловать Романа Протасевича и Софью Сапегу. Ну и вы не поверите, но он уже успел погрозить ядерным оружием. Уолл-стрит-джорнал сегодня пишет о планах США отправить Украине снаряды с обедненным ураном. Ну и в Госдуму внесли законопроект, который освобождает мобилизованных от наказания за нетяжкие преступления. Вот со всеми этими новостями я продолжу вас с удовольствием знакомить, но уже в следующем часе. Вам напоминаю, видеотрансляция на нашем канале в YouTube и студии. Заходите, присоединяйтесь. Ну и, конечно, ваши комментарии отправляйте в наш WhatsApp. Плюс 7903-797-6333. Скоро продолжим.